всем привет вчера в беларуси задержали 32 боевика частной военной компании вагнер что это такое ну чвк вагнер это это просто такое подразделение спецслужб российской федерации которая выполняет грязную работу для россии ну то есть если где-то прибьют их а их там периодически кладут пачками то в сирии то в ливии то на донбассе то как бы а при чем здесь россия мы здесь ни при чем это вот такие вот просто ребята а так всем понятно кто это это офицеры сам этот вагнер это безусловно офицер российских спецслужб там они ходят на приемы к путину ну в общем всем все понятно и это и служат там всякие российские наемники поэтому все понимают о ком идет речь и вот здесь вопрос кстати из этих 32 людей которые задержали там есть люди которые воевали против украины на донбассе нам конечно надо требовать их экстрадиции обмена забирать их надо сюда и судить то есть это здесь все понятно теперь вопрос что же происходит там в беларуси есть два варианта вариант первый лукашенко придумал всю эту историю вместе с русскими этих вагнеровцев их там используют просто поддерживает в тюрьме какой-то сизо до выборов до выборов осталось недолго до 9 августа после 9 августа сопроводив их бутылочкой водки и конвертом с деньгами отправят домой выполнили свою роль очередную какую-то грязную провокацию сыграли уедут просто лукашенко боится оппозиции его задача показать что тут где-то приближается страшный ужасный майдан уже наемники какие-то приезжают очень запугать свою страну так как натовские шпионы не спешат ехать в беларуси их нет и не собираются украинскими боевиками уже пугали их тоже что-то не видно держите украинские значит там националисты страшные боевики то общем решили воспользоваться услугами друга володи вариант 2 что это все правда и лукашенко них не знал и россия готовит почву для каких-то провокаций ну или готовится к разным сценариям действий в случае если 9 августа в беларуси начнутся большие протесты после того как лукашенко себя снова объявит президентом вот это тоже второй сценарий он тоже в принципе может быть оба сценария плохие в них тут нет хорошего сценария в одном сценарии это все игра двух диктаторов которые просто уничтожают очередной царек которому москва помогает снова значит объявить себя царьком и он еще глубже затягивается в паутину путина второе второй вариант это что россия готовится к серьезной дестабилизации в беларуси из понятно что же со своими целями вплоть до оккупации аннексии беларуси и это тоже очень серьезно и для нас сами сигнал поэтому следим за развитием событий не зря больше месяца назад мы создали мишекционное объединение за демократическую беларусь в парламенте украины как вы видите события в беларуси развиваются стремительно и украине здесь нужно не язык в одно место засунуть занимать тоже позицию и для нас это очень важно это наш второй крупнейший сосед после страны агрессора российской федерации и наш весь северный фланг это беларусь и мы это с вами понимаем ну и плюс тому это действительно близкий народ и когда-то мы вместе побеждали и крестоносцев когда-то вместе мы побеждали и москву в истории такое было когда вместе с белорусами и литовцами мы побеждали и орду поэтому надеюсь что и сейчас вместе с белорусами мы победим всех этих диктаторов и войдем европейскую семью держим строй живая беларусь